Те, кто отваживается приехать в Нижний Новгород в начале 19 века, а тогда это действительно подвиг из-за непролазности дорог, первое, что видят на подъезде старинный русский город. В центре у него Кремль с золотыми маковками церквей, а от крепостных стен разбегаются в разные стороны кривые узкие улочки. От Арзамасской заставы, это через нынешнюю площадь Лядово, площадь Горького, путник попадает на главную улицу города, Покровскую. Вроде как приехал таки в губернию, здесь уже видно полукаменные дома, но все-таки даже около солиднейших домов, сады, огороды, по улицам бродят коровы, во врагах бегают табуны лошадей. К началу 19 века Нижний Новгород слабо развитый, скорее купеческий, чем промышленный центр. В городе полтора десятка предельных цехов, одна парусно-полотняная фабрика и четыре небольших заводика – стальной, гончарный, солодовинный и толоконный. Толокно – это мука очень высокого качества, которая отличается от смолотой на мельнице лучшим вкусом. В торговле дела обстоят чуть получше. С 19 веком купцы понемногу начинают превращаться в коммерсантов. Бросают тесные хибары на берегу реки и переезжают на Ильинскую гору, строят там каменные дома, меняют зипуны на сюртуки. Но в быту остаются приверженцами старых традиций. Настоящий нижегородский купец семью свою держит в послушании, детей грамоте не учит, считает баловством, а для дочерей даже вредным занятием. Невест для сыновей выбирает на Сафроновской площади во время ежегодных зимних крещенских глижений. Это здесь, сейчас площадь Маркина, напротив речного вокзала, где фонтан. Увидимся в другом месте и другом времени нижегородской истории. Редактор субтитров А.Семкин